Привет! Буквально несколько минут назад я вернулась из поездки в визовый центр, где отдавала документы на визу. Сейчас вам поподробнее расскажу. Хочу вас сразу предупредить, если вы планируете отправляться в Испанию не сезон, то есть это не лето, не начало осени и не зимние праздники, то здесь я вас могу порадовать. В визовом центре вам не придется стоять в очередь. Меньше чем за час мы управились со всем. Это при условии, что я там еще дополнительно дозаполняла свою анкету, справку и оформляла страховку. То есть все в месте посещения, вот это пребывание в своем визовом центре и оформление страховки, которое было отдельно до визового центра, заняло примерно час. Добираться мне в Москву примерно два часа, так что вот эти четыре часа дороги, плюс мне пришлось ждать электричку, там был перерыв. Это, конечно, утомительно, но само пребывание в Москве, это было очень быстро. На метро точно так же вы доберетесь без проблем, тоже если не попадете в час пик. В час пик, конечно, толкучка. Итак, вы приходите в визовый центр, у вас уже готов комплект документов. Поднимаетесь на второй этаж, проходите там рамку, охрану и если у вас абсолютно все заполнено и вы точно уверены, что у вас полный комплект, можете сразу занимать электронную очередь, вам подают талончик, вы ждете, когда вас вызовут к определенному окошку с номером. Для меня было новостью узнать о том, что комплект у меня оказывается неполный и в самом визовом центре там есть дополнительные бумаги, которые следует заполнить. Я знаю, что не все их заполняют, но чтобы подстраховаться, чтобы вам уж точно не отказали в визе за неполный комплект документов, вы посмотрите, там на стойках стоят перечни документов, которые у вас должны быть и не забудьте, конечно, фотографии. Фотографии можно обрезать и наклеить прямо там, там есть клей и ножницы. Не будете задавать вопросы, там все, как говорится, все свои, все точно такие же, как вы. Многие летят первый раз, многие даже пенсионеры задают вам вопросы, если что знаете, отвечайте, точно так же спрашивайте у них. Что касается размер фотографий, потому что когда я пришла в фотосалон, чтобы сделать фотографию на визу, фотографию мне сделали там стандартного размера, сказали, что да, она подойдет. Но на самом деле вы увидите, что размер фотографии не сопоставим с размером окошечка под эту фотографию. То есть та рамка, в которую вы должны уместить, она меньше, чем вам делать фотографию. Для этого нужно ее обрезать. Я сделала так, одну фотографию я оставила, такой, как она должна быть, и одну я все-таки обрезала и вклеила. В принципе, все приняли без вопросов. Что вы должны ожидать, каких вопросов, когда вы подаете сами документы. Вы встаете в отдельное окошечко, и девушка или молодой человек, который вас принимает, может задать некоторые вопросы. Мне, например, спросили цель моего визита. Также мне задали вопрос, была ли я раньше в странах Шенгена. И вы, по-моему, все. Никаких там, знаете, старых бабули, как в ЖЭКах или в пунктах приема оплаты не сидит. Там работают молодые сотрудники, которым вы точно так же можете задать вопросы, не квалифицированные во все. Но только не нервничайте. Ну, в общем-то, это понятно. Я нервничала, перепутала там немножко с загранпаспортом. После того, как вы отвечаете на все эти вопросы, она проверяет ваши документы. Это занимает, я думаю, что больше пяти минут, может быть, даже и то меньше. Вы расписываетесь на тех листочках, которые она вам выдает, там какие-то договора. Естественно, я думаю, что вы не будете их читать. Если вам интересно, можете ознакомиться с ними в дополнительном интернете, прочитать, о чем они там. Довольно большие тексты, целые 104 с оборотом. Вы расписываетесь на нескольких экземплярах, затем выдают договор с квитанцией на оплату. Вы проходите в соседние ряды окошечек, они немножечко отделены, они находятся в стороне от главных этих окон. Там вы точно так же ждете своего номера. Это точно такой же номер, как у вас был в электронной очереди. Вы подходите к окошечку, оплачиваете. Здесь уже вопросов нет, вам нужно только предоставить свой российский паспорт. Оплачиваете, расписываетесь и проходите обратно. Здесь вы уже без очереди в ваше первоначальное окошко, просто вы даете тот чек с, по-моему, подпись операционистки и печать. Вот все. Спрашивают, каким способом вы хотели бы получить уведомление. Есть два способа. Это посредством смс. Стоит это в районе 100 рублей. И второй способ, это бесплатно на сайте. Вам подается идентификационный номер, по которому вы отслеживаете себя. И, в принципе, уже через 3-4 дня вы можете начинать отслеживать, что там происходит с вашей визой на сайте. Опять же, повторю, что вне сезон вы вообще, вам не придется стоять в очередь, там по пальцам можно пересчитать людей, которые присутствуют в зале. Что осталось у меня на руках, что я привезла обратно, это мне вывели вот такую страховку, такую книжечку. Одну страничку из нее удаляют. И вообще-то нужно, по идее, сделать копию. Так что, заранее позаботиться о том, что у вас копия была на руках. Вам выдают вот такой акт с договором. Я знаю, что плохо видно, но, в общем-то, просто я вам даю перечень того, что у вас должно остаться на руках. Акт и агентский договор, это называется. Здесь стоят печати, подписи. Те суммы, которые вам пришлось заплатить, здесь все конкретно перечислено. Ну, дальше у меня здесь осталась копия справки, копия подтверждения бронирования номера в отеле. Не могу сказать, что я уж совсем беспрепятственно посетила Москву и вернулась обратно. Выматывает, если честно, дорога. И тем более, я что-то, не знаю, так проголодалась. Вот, но мне еще предстоит заплыв в бассейне 8 часов. Так что особо наедаться не нужно. Ладно, в общем, прощаюсь с вами. Пойду хоть чего-нибудь перекушу. Всем удачи. Пока.